Всем привет, мои дорогие подписчики! Кстати, мой уважаемый зритель, если ты еще не дорогой подписчик, стать дорогим очень и очень несложно. Надо всего лишь нажать внизу под видео кнопочку подписаться и потом нажать на колокольчик. Подписывайтесь, у нас здесь интересно. Сегодня к нам с магазина Алиэкспресс приехала система мониторинга за давлением в шинах. Кстати, не только за давлением, но и за температурой. Система была какая-то безымянная, хотя нет, имя у нее какое-то китайское есть. Я вот уже вижу через пакетик, а поэтому она очень недорогая. Я бы даже сказал, относительно дешевая. Более того, купить, конечно же, ее удалось еще дешевле, благодаря сервисам кэшбэка. Ссылка на правильные сервисы лежит, как обычно, в описании. Заходите, регистрируйтесь, пользуйтесь. Вот так. Нет, есть тут что-то не только на китайском. Tire Pressure Monitoring System. Sorry, for my bad English. Вот так это все называется. У нее даже есть номер WT108. Что у нас там внутри? Внутри у нас даже инструкция по эксплуатации имеется в комплекте. Поэтому проблем с установкой и с работой, я думаю, быть не должно. Инструкция, конечно же, на английском языке, но стоит пару моментов из нее озвучить прямо сейчас. Все ее, конечно, мы переводить не будем. Это основные параметры работы системы. Монитор у нас работает от 12 вольт. Датчики от каких-то батареи. От каких, посмотрим. От 2-х до 3,6 вольт может быть напряжение. Рабочие температуры. Датчик от 40 градусов Цельсия, от минус 40 до 120. И сам монитор работает от минус 20 до 80 градусов Цельсия. То есть зимой как-то, либо он, скорее всего, просто замерзнет и пока не отогреется, наверное, не покажет. Ну, собственно, так все мониторы жидкокристаллические себя ведут, не покажут информацию. Дальше температура. Температура измеряется в диапазоне от 9 градусов Цельсия до 99 градусов Цельсия. Ну, опять же, зимой после длительной стоянки не покажет, пока не нагреется воздух у нас от движения в колесах. Давление от 0 до 3,5 килограмм на сантиметр в квадрате. Это у нас атмосфера, техническая атмосфера. От 0 до 3,5 атмосферы. Все. Это точность. Плюс-минус 2 градуса Цельсия, плюс-минус 1,1 атмосферы. Точность по давлению, кстати, могли бы сделать и получше. Но что имеем, то имеем. Что у нас еще в комплекте тут? Какие-то наклеечки на китайском языке и скотч 3M. А, еще самое главное. Обозначение. Есть обозначение у системы. Вот так она будет показывать давление. То есть, она показывает текущее давление. Она показывает, когда давление слишком большое. Вот такие две буквы H. Слишком большое. Оно зависит от ваших установок. То есть, вы, например, 3 атмосферы поставили в меню. Все, превысили 3 атмосферы. Показало слишком большое. Слишком маленькое. Также устанавливается вручную две буквы L. И вот таким значком показывает утечку. То же самое с температурой. Показывается у нас температура. И показывается, когда она превышает диапазон. Из чего состоит система? Четыре датчика. Датчики выглядят вот таким образом. Они вставляются вместо штатных сосков на дисках. На датчике обозначено их положение. То есть, FL это передний левый. Front, left. Тут главное не перепутать. Иначе будете мучиться всю оставшуюся жизнь. RL. Ну, не всю жизнь, конечно. Но придется разбортировать колесо и переставить датчики. Или два, или три. В зависимости от того, как напутаете. Защитный колпачок. Из алюминиевого сплава. Алюминиевый остов. Все. Вот так это все можно даже разобрать. Все это разбирается. Это колпачок. То есть, вставляется в диск. Снутри. Потом сверху вот таким колпачком затягивается. И защитный колпачок закрывается. Все. Внутри стоит обычный ниппель. Это вставляется вместо сосков. Штатные соски придется демонтировать. Вот так вот выглядит датчик внутри. Похоже, что он питается от литиевого аккумулятора 2450. Который на 3,7 вольта. С его заменой, ну или обслуживанием, будут кое-какие проблемы. Во-первых, он припаян к платью. А во-вторых, он еще и какой-то пенкой то ли приклеен, то ли запенен к корпусу. В общем, надо будет аккуратно его отдирать. И плюс еще отпаивать от самой платы датчика. Ну, а получаемую информацию датчики передают у нас вот на такой дисплей. Серийный номер здесь указан. Что-то мне кажется, что на датчике и на дисплее он один. Да, все так и есть. Но, честно сказать, здесь довольно все по-китайски сделано. Посмотрите, просто на бумажке распечатаны номера. И сюда приклеены. Ну и да черт бы с ним, не серийным номером же нам измерять давление. Кроме серийного номера, здесь сзади располагается выходное отверстие динамика. Я подозреваю, что да, там стоит какой-то. Я всегда что-то, либо кого-то в чем-то подозреваю. Что скорее всего здесь стоит какой-то маленький зуммер, который будет писком предупреждать нас о выходе за пределы установленных значений по давлению и по температуре. Сверху кнопка включения-выключения. Вернее, это не кнопка, а сдвижной такой. Слайдер, переключатель сбоку, вход для питания, для кабеля питания. Ну и спереди, вот смотрите, эта штука еще и работает от батарей. Включилась. Включилась. Спереди кнопки управления. Кнопками управления мы задаем, как я уже сказал, верхние и нижние значения, при которых у нас будет срабатывать зуммер. Вот он, кстати, будет срабатывать. При которых у нас будет срабатывать предупреждение. Я выключу, иначе будет пиликать. При которых у нас будет срабатывать предупреждение. Будут меняться показания о том, что превышено давление или о том, что оно слишком низкое. Смотрите, она работает еще и без питания от аккумуляторов. Вообще просто замечательно. И, собственно, кабель питания. Кабель питания. Довольно-таки он длинный. Это довольно-таки в сантиметрах составляет ни много ни мало, а 200 сантиметров. Два метра вместе со штекером. Только что замерил. Ну и под конец теоретических изысканий давайте все-таки посмотрим, чего он там нам показывает в выключенном состоянии. Показывает он нам пиктограммку машины. Вот здесь будет располагаться давление, там где большие черточки. А вот здесь будет располагаться, скорее всего, температура. И есть пиктограмма заряда батареи. Ну и вот, пожалуй, с теорией на этом все. Ну а на практике, ребята, это выглядит все следующим образом. Датчики, установленные внутрь, колеса держатся. Они точно так же, как обычные соски. В том смысле, что изнутри они ничем не подклеены. Двухсторонним скотчем не воспользовались. Стали они очень плотно. Еще когда за столом снимал обзор, думал, что меня смущает. Теперь, глядя на сосок, понимаю, что он алюминиевый. Обычно их делают из бронзы. После установки датчиков, для того, чтобы они начали показывать давление, нужно дать 2,5 атмосферы. До этого они показывают все нули. Кстати, работают они на расстоянии. Вот так показывает система давления. Работает это все на расстоянии до 15 метров. Причем от аккумулятора работает около 10 дней без подзарядки. И работает это все, мы проверяли цифровым манометром довольно точно. Сейчас я сижу около правого заднего колеса. Можем посмотреть. 1,9 показывает система. Накину сейчас цифровой манометр. 1,95 показывает цифровой манометр. Но, тем не менее, по отзыву хозяина системы, после длительной стоянки, один из датчиков начинает в меньшую сторону давать погрешность на 1,1. После начала движения, через 2-3 минуты, все приходит в норму. Большие цифры – это давление, маленькие цифры – это температура. Как я уже сказал ранее, система предупреждает о превышении пороговых значений в меньшую и в большую сторону от заданных по давлению и в большую сторону по температуре. Предупреждает она визуально, рисуя пиктограммы, и сигналя бипером. Эти значения устанавливаются индивидуально для каждого колеса. Как это делается? Нажимаем кнопку «Вверх», ждем звукового сигнала, и нажимаем кнопку и держим вниз. И попадаем в меню настроек. Здесь для каждого колеса сначала мы устанавливаем, то есть выбираем, например, вот это переднее правое колесо, нажимаем вниз и меняем верхнее пороговое значение, по достижении которого она напишет «Хай» и «Запелитый», то есть это 3 атмосферы. Все запомнилось, выбирается следующее колесо. Вот это нижние пороговые значения, то есть сейчас стоит 1,9 атмосфер. Также выбираем колесо, кнопкой «Вниз» начинаем менять и меняем ее в большую и в меньшую сторону. Дальше у нас следующий экран – это температура, то есть при достижении 80 градусов подастся сигнал тревоги. И дальше у нас будет меню, которое называется «Factory Settings». В инструкции написано, что ничего тут менять нельзя, поэтому мы просто вот так кнопкой «Вверх» проматываем и попадаем на экран значений. Ну а на этом, ребята, пожалуй, что и все. Что я еще могу сказать? Кроме того, что хозяин этой системы после трехнедельного тестирования остался ею доволен, мне больше сказать нечего. Так что за то, чтобы все были довольны, ссылку, как обычно, я вложу в описании. На этом, пожалуй, все. Всем удачи, удачных покупок. Оставайтесь на канале. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok